Преподаватели средних профессиональных учебных заведений участвуют в ежегодном конкурсе «Мастер года». В начале на испытания заявилось 42 специалиста, во второй тур прошел 31 конкурсант. Первый этап проходил в марте, а в мае состоялась заключительная часть конкурса – традиционный тренинг и церемония награждения. Первое конкурсное испытание – это видеоролик, где он рассказывает о своем педагогическом кредо, какой он мастер, это в формате видеофильма. И второе – это открытое учебное занятие с группой студентов, который назначает региональная комиссия. Рената Садулин преподает автомеханику в авиационном колледже. Подача учебного материала всегда должна быть живой и интересной, уверен конкурсант. И демонстрационная лекция на конкурсе была нестандартной, с творческим подходом. У нас было занятие построено таким образом, что я являюсь руководителем автосервиса, а ребята, они были мастерами. И в конце работы они получали, вообще в процессе урока они получали определенные баллы, каждый зарабатывал определенные баллы. И в конце они эти баллы, ну так как у нас все-таки автосервис был такой игровой в процессе урока, но в конце они все равно смогли обменять свои баллы на вкусные призы. То есть у меня были заготовлены для них шоколадки, и вот ребята получили, скажем так, смогли обменять свои баллы на шоколадки, потому что, ну, шоколад, он является двигателем для мозга. В прошлом году он тоже участвовал в конкурсе, но не попал в список призеров. А в этот раз Рената Садулин победил, стал мастером года. Как утверждают руководители конкурса, победа в этих испытаниях будет полезна для карьерного роста преподавателей. Виктория Черкова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ. Продолжение следует...